Иисус Христа Это «Мир вам!» Вы смотрите программу «Влияние» на канале «Импакт». У нас сегодня замечательная группа в гостях. Христианская музыкальная миссионерская группа из Молдовы, которая завоевала популярность всех христиан исполнением своих музыкальных гимнов во славу нашего Господа. И уже ни в одной стране мира звучат их музыкальные произведения. Вы на сегодня настолько популярны, что телекомпании приглашают вас на телевизионные встречи. Слушатели, телезрители слушают ваши музыкальные произведения. Также они следят за вашей миссионерской работой, они следят за вашей жизнью. Вы несёте весть о Иисусе Христе, о нашем Боге Живом, не только через вашу музыку, но также несёте весть и через ваше поведение, через вашу жизнь, частную жизнь. Поэтому вы христианская семья. В вашем репертуаре была замечательная, есть замечательное музыкальное произведение, которое повествует о вашей семье. Я так понимаю, в котором живёт Бог. Скажите, это авторское произведение действительно выражает вашу жизнь, вашу частную жизнь, жизнь вашей семьи? Да, эта песня, я могу сказать, что она выражает. И она была написана как модель настоящей христианской семьи. Та модель должна быть в каждой семье, в каждой христианской семье. Потому что слова этой песни, если в авторитете Слово Божие, если отец, мать являются авторитетами для своих детей, то, конечно, это семьи в ангельской тот дом. И, конечно, через эту песню мы хотим сказать, что вот Бог живёт в этих семьях, и эти семьи имеют благословение. Но это музыкальное произведение имеет широкую популярность. Скажите, как родилась эта песня? Эта песня родилась так, что нам подарили текст этой песни. Конечно, мы какие-то изменения внесли. Припев мы написали сами, но остальная часть в основном сохранилась. Ну, мелодию мы сами тоже написали. И когда мы посмотрели, это действительно такой материал, ценный. И мы очень рады, что христиане восприняли эту песню. И не только христиане, и другие неверующие люди тоже слушают нашу песню. На сегодня это такая музыкальная повесть о настоящей христианской семье. Когда в семье смирённые дети, И все поют Творцу Псалом, И радость оглашают стены Семьи Евангельской тот дом, Когда о детях мать печётся, И каждый день перед Творцом, И о них молитва льётся Семьи Евангельской тот дом, 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 Где обитает тихо счастье, Обойдут и беды, и ненастье, Богом верой освящается, Ангелами твёрдо храняется, Дом, дом, Где обитает тихо счастье, Обойдут и беды, и ненастье, Богом верой освящается, Ангелами твёрдо храняется, Я хотел бы кое-что добавить, и это очень важно. Но хотел бы вернуться к популярности, нас это немного смущает, Потому что мы понимаем, Что нам нечем хвалиться, Но вся слава принадлежит Только нашему Господу. И только. Когда мы говорим о христианской семье, Или о счастливой христианской семье, Я хотел бы подчеркнуть, Что мы стремимся к идеалам, Но не надо забывать, Что мы люди. Это в каждой семье люди, С недостатками, несовершенствами, И везде иногда получаются, Может, какие-то вопросы, Проблемы возникают. Вопрос не в том, Почему вникают, возникают, А вопрос в том иногда, Как решаются. И там, где решаются на основании Слова Божия, Там, где разрешаются на основании Писания, Вот в этом-то и суть христианской семьи. Дорогие телезрители, Я хочу представить главу семейства И главного администратора группы Семьи Кирнев Сергей Николаевич. Сергей Николаевич, Вы воспитали семерых детей. Я знаю, что у Вас была мечта Иметь очень много детей. Вы мечтали, чтобы каждый Ваш ребенок Служил Господу, песнопением, Игрой на музыкальных инструментах. Вы добились определенных успехов На Ниве Божьей. Вы сегодня прославляете Иисуса. Это благословенно, Это замечательно. И скажите, Какую методику воспитания Вы применяли И до сих пор применяете, Что на сегодня Ваши дети Служат Господу, Упорно трудятся, Они не робчат, Они действительно помогают Вам В исполнении Вашей мечты. Служили служить Богу? Ну, у нас было желание Служить Господу, И своих детей посвящали Господу. И я хотел бы обратиться И к телезрителям, Если Вы что-то хотите сохранить, То доверьте это Господу. И Бог его сохранил. Та же и в отношении детей, Точно та же была. Мы их посвящали Богу. Но хочу сказать, Что то, что посвящали, Это можно сказать, Что одно слово. Когда мы приходили в церковь И говорили, Господи, Его душа, Его тело, Его дух принадлежит Тебе. А вот в процессе воспитания Здесь нужно многое. Нужно и вложение, И терпение, И борьба за души детей. И упорство. Это прежде всего, Это борьба за каждым ребенком. Нам приходилось бороться. И бороться очень серьезно. Это переживания, молитвы. И все за этим стоит. Поэтому, когда мы видим В других или вообще-то семей, И видим благословение какое-то, То это не говорит о том, Что это какая-то случайность. Или просто вот одаренные люди, Или Бог любит их больше, Чем вот других. Нет-нет. За этим стоит борьба, За этим стоит усилие. И труд. 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 На сегодня вы все очень дружно Совершаете очень ответственное служение. Вы прославляете Бога В восточных странах. Это очень ответственно. И ответственное решение за вами, Как за отцом. Вы доверяете Богу. Это понятно. Ваших детей. Но вы всех семерых В возите в очень опасные точки. Там, где не рады христианам, Это очень опасные места. Скажите, как вы справляетесь С вашими чувствами, Чтобы просто-запросто... Как ваша жена тоже сопереживает. Она же ждет. Она отправляет всех вас семерых В опасные зоны. Когда вы что-то жертвуете Господу И ставите на жертвенник, То оно не ваше. Оно просто сгорает и остается пепел. И также в этих... То есть к этому нужно идти. Если себя посвящаешь Господу Или свою жизнь, Или хочешь служить Богу, То нужно этим жертвовать. Я хочу подчеркнуть, Что некоторые понимают по-своему. Вот служить Богу, Но хотят, может, так, Как им удобно, Или как им хочется. Но это не всегда бывает так. Иногда, когда ты посвящаешь себя Богу, Бог использует тебя Не так, как ты хочешь, Или тебе удобно, Но как Он иногда хочет. И я вспоминаю этот момент, Когда произошло в Риме. Мы были в случае в Риме. Мы находились на служении. И вот в Неаполе находились, В городе. А после проезжали домой уже через Рим. И нам очень захотелось увидеть Колизей. Ну, мы посчитали, Что будет неправильно, Если мы проходим мимо Колизея, Не увидев, где умирали первые христиане. Обязательно мы хотели бы увидеть, Остановились там, В это место, Где Колизей ставили машину, На стоянку. Три часа прошло, Мы вернулись. И когда мы вернулись к машине, То все ахнули. Перехватило у всех дыхание. Я смотрел на реакцию девочек. Машина разбита, Стекло, Машина была в аренду взята. Похищены все наши личные вещи. Похищены чемоданы со скрипками. Вот. Я понимаю, как Юля, Она дорожит своими инструментами. Она никогда не расстается с ним, Вот с этим инструментом. А здесь она, Ну, можно сказать, Как получилось, Что оставила инструмент в машине. Я единственный случай запомнил тогда. И в это время надо же украли эту скрипку. И ее, И девочек. Три скрипки. Вы сказали, что ничего нет случайного. А допускаете ли вы, Что Бог допустил? У меня был вопрос к Богу. И это я не мог понять. И когда все это произошло, Мы все увидели эту картину, Первые секунды Никто не мог перехватить дыхание. Я смотрю все в оцепенении. От этого ужаса, То, что мы увидели, Такого еще не было. И сразу же вопрос, Первый вопрос, Господи, Где ты? Вроде правильно все делали. Почему так случилось? Да, служение совершали. А здесь пришли какие-то плохие люди, Разбили машину, Все украли. И как будто Господь не присутствует. И у меня был такой вопрос. Я не мог понять, Почему? Прошло 10 месяцев, Когда мы вернулись на служение, И после подошла одна сестра, Это долгая история, Но она говорит следующими словами, Что я была с вами тогда, И я здесь новообращенная. Я впервые увидела, Как верующий встречается с искушениями. И для меня было такое утверждение, И ободрение в вере. Ее муж был рядом, И тоже кивая головой, Говорит, А меня притягивает к вам, В верующим я это запомнил. И я поблагодарил Господа, Слава тебе, Боже, Что ты ответил на наши молитвы. Иногда ты используешь, Для нас ценность это чемодана, Скрипки, вещи, Личные вещи, Эта ценность представляет. А для Бога не представляет ценности. Но чтобы он утвердил какую-то душу, Или ободрил, Или что-то сделал Во спасение другого, Он использовал нас в таких ситуациях, Что мы не понимали, почему. А после поняли, Что это Божий план. Поэтому, возвращаясь к вопросу, Когда мы жертвуем, Или ставим себя на служение, То мы должны быть готовы, Чтобы Господь принять то, Что Господь уготовил для тебя. Сергей Николаевич, скажите, Почему вы выбрали именно служение В восточных странах? Достаточно работы в христианских странах И других? Ну, мы не выбрали. И мы не могли себе представить, Что это будет. И Господь нас поведет этим путем. Мы совершали у себя дома По возможности служение. Были в Европе на служение. И когда нас впервые пригласили, Я не раз говорил об этом, Что наше служение было на улицах Стамбула. И там, когда мы участвовали, Ансамбль участвовали, дети, И тогда, когда раздавались И Евангелие, Слово Божие, Вот тогда был призов. А дальше, кто понесет этим людям Благую весть? Можно сказать, И тогда было это посвящение, Отзыв, сказать, Господи, мы готовы. И вот Бог повел. В чем вы ощущаете Самую острую необходимость, Когда вы концентрируетесь На одежде, на еде Или на мысли о том, Где переночевать. Или вы думаете О безопасности вашей жизни там. Ну, пожалуйста. Мы всегда этот вопрос Полагаем на Господа. Вы знаете, Часто у нас получается так, Что в последнее время, В последний же момент Бог отвечает нам на молитву. Мы, например, Бывало такое, Что мы летим еще, А нет денег на билеты. Или летим, А мы не знаем, Где нам остановиться. И прямо чудным образом Мы очень много раз видели, Как Бог явно отвечал На наши молитвы. И так все идеально, Все открывал такую возможность, Расставлял. Все было очень спланировано. Все на фону решено. А сколько лет уже продолжается Ваше миссионерское служение В восточных странах? Ну, именно на Востоке, На Ближнем Востоке, Я думаю, мы уже лет пять, Наверное, шесть активно На Ближнем Востоке. И какие вы активно посетили? Какие страны? Мы были в Ираке, Ярдане, Ливан, Египет. Это северная часть Африки. В Египте были именно в таких, Это центральный Египет. Просто для многих Египет Это как курортная страна, Там пирамиды. И когда мы говорим О, Египет едет, Едем на миссионерское служение, Многие думают, Ну, так Египет, Это же курортная страна. Но на самом деле В Египте мы были В центральной Египте. Это, наверное, Самые такие вот Неприятные условия, Где мы были, Это, наверное, В центральной Египте. И так же в Малайзии, Это в Турции. Тоже часто бывает. Но когда вы там, Есть ли у вас связь С друзьями, С домом, С братьями, С сестрами? Бывают различные ситуации, Вы говорите, Вы там бываете, Где даже нет цивилизации. Имеется ли у вас, Имеется ли такая возможность Связываться в экстремальных случаях? Не всегда у нас, Например, там вай-фай И везде ловит. Если даже где-то есть вай-фай, То это только там написать, Вот, ну, долго вот грузить. Конечно, не такая связь, Сказать, здесь в Америке. В основном, Есть связь, Фейсбук у нас там. Но есть связь, И мы, конечно, При первой же возможности Мы стараемся отправить сообщения Нашей маме, Потому что в это время Она сидит, переживает, молится. И при первой же возможности Мы отправляем сообщения, Что все хорошо. Какая ваша главная цель Ваших поездок? Ну, конечно, Что это не экскурсия. Это служение Господу. Одна из главных приоритетных целей, Где посредством музыки Слово проповедуется О Господе, О спасении. Вот, и более всего То, что вдохновляет, Это желание душ Слушать Слово Господне. Послужить людям, конечно же. Когда видишь, Замечаешь этот интерес, Как люди жажда, Да, внимание, Что ты им сказал Благовую вещь, Что-то новое, Для них, Которое им поможет. А что для вас было побуждением Именно поехать в восточные страны? Это то побуждение, То, что Дух Святой Вложил в наших сердцах, Что именно нужно ехать туда. Это не просто наше желание, Хочу сказать, Что это не... Но мы видим, Я лично вижу, Это Божий план, Который был для нашей группы, Для нашей семьи, Чтобы мы туда поехали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие телезрители, Мы продолжаем программу «Влияние» На телеканале «Импакт». К нам присоединились новые участники, Это Галина и Эммануил. Эммануил, наверное, Вопрос будет к вам. Было ли это осознанным желанием Осуществлять служение в восточных странах? Или вам пришлось только присоединиться К мнению всей семьи? Это однозначно. Я мечтал присоединиться И сам лично желал этого. Я до сих пор помню первый раз. Это было в 2015 году, зимой. И как раз тогда была самая тяжелая, Одна из самых тяжелых поездок. Мы и Ливан, и Ордания, и Египет, Все сразу вместе. И это было очень трудно. Такая сразу закалка. Но было благословение для меня. Я очень многого увидел, Утвердился во многом. И Бог через это меня благословил. И я до сих пор желаю там трудиться. И прославлять Бога. Слава Богу. Галь, а бывали ли моменты, Что вы все настолько устали, Что напряжены от различных ситуаций? Я знаю, что бывают там такие ситуации, Что и страх охватывает, И беспокойство, и хочется все бросить. Было такое у вас, Что вам хотелось просто прекратить служение, Отказаться? Ну, прекращать работу у нас Не было таких желаний, И даже планов. Потому что мы хотим дальше Нести там служение, Несмотря на то, Что были некоторые финансовые трудности. Но мы никогда не прекращали работу Из-за таковых трудностей, Потому что Бог всегда отвечал И посылал людей, Которые помогали и отзывались. Ну, а насчет усталости, Конечно, мы уставали эмоционально, И физически. И Бог давал силы, Потому что ты все время, Что и делаешь, ты отдаешь, Отдаешь людям. И поэтому... В последнее время у вас вышло Очень много клипов, Очень много музыкальных произведений. Это так замечательно. Вы, наверное, трудитесь В таком напряженном режиме. Ну, конечно, я всегда. Можно сказать, что он плотный, Но все равно нам это нравится. Мы уже привыкли в таком ритме. Успеваем все делать, И учиться, работать. Я очень скуп, Чтобы хвалить детей. Хотя я считаю, Что это мой недостаток. Но действительно, Что касается служения, У нас в день От двух до шести служений было. Последнее служение, Одно из последних служений в Египте, Когда один из сотрудников сыновей Говорит, Если сейчас еще одно бы служение было, Физически не было бы силы. И я его понял. Потому что физически не было бы силы Что-то делать. Вот настолько, можно сказать, Были выжаты. И в том плане я очень рад, Что они понимают, Как бы дети, Что если мы приехали сюда, То мы приехали служить. С целью приехать. И раскачиваться времени нет. Поэтому очень плотный график И каждый день. Как вас там встречают? Какие произведения вы играете там? Мы играем произведения В восточном стиле. Потому что там другая культура, Соответственно, Наши русские песни Не подходят. Так что мы специально берем Их песни И расписываем мелодии. Вот Павел наш пишет. Так что мы исполняем Именно их песни. И как они воспринимают это? Мы встречают дружелюбно. Ну, со всеми почтами стилей. Да, мы даже не ожидаем, Когда приезжаем. Дети особенно. Это все Божье благословение. Аминь. Ну, во-первых, там Хочу сказать, Что хороший ключ Это музыка. И не всегда Такая музыка там бывает. Я помню момент, Когда были служения в Иордане, То потолки поднимались От овации. Потолки поднимались, Образно говоря. Такой шум, Свист, Гамма, Восхищение. Потому что они поют с нами. Мы играем, Они поют. Галина, А какой стиль одежды вы там? Ну, конечно, Мы поставимся под них. У нас длинные юбки, Длинные рукава. Тогда нужны косынки. Как бы мы покрываем волосы. Длинные юбки до пола у вас? Да, да. В основном так. Мальчикам проще, конечно. Там все. Один стиль. Так что везде, Паратно. Но, конечно, Есть недопустимые вещи. Если в некоторых местах У нас приемлемо быть в юбках. Это касаясь культуры. То там просто кое-где не принято. Должно быть все закрыто. Ноги, особенно для девушек, Должны быть закрыты. Руки кое-где. Ну, и мы стараемся везде соответствовать. Потому что это не главная цель Показать культуру. Главная цель донести слово. Через музыку, пение. Скажите о каком-нибудь опасном сюжете. О какой-нибудь экстремальной ситуации, Которая вас предостерегала там. Которая могла навести страх какой-то. Хотя страх, не присущий Божьим детям. Имеет ли место такое состояние? Страх, он всегда остается страхом И у Божьих детей. Я вспомнил места священного писания Апостола Павла. Апостол Павел говорит И внутри, извне страхи. Я не понимал, что такое Внутри, извне. Ну, допустим, в северной части Ливана Было служение. Вот во время служения Это было среди сирийцев, Когда мы радовались, Имя Господне прославлялось, Все слушали. А вот во время служения, Где-то во второй части, Напало чувство. И это страх. Я хочу сказать, Что почувствовало силу страха. Здоровье отнимает. Здоровье. И вот такая мысль, Что сегодня вы не доедете До гостиницы. Сегодня либо по дороге Либо расстреляют, Либо подорвут. И вот эта мысль такая устойчивая, Такая убежденная, То холодный пот выступает. И как вы справляетесь? Я понимаю, Что здесь связана уже Духовная война, Духовная борьба. Но этот страх я чувствовал. Это не просто страх, Это охватывающий страх. Что вы в таких случаях Говорите, делаете? Вы же находитесь На ответственном месте. За вами следят Тысячи глаз восточных. Во-первых, Ты понимаешь ценность жизни. Вот в таких-то условиях И моментах Это не раз было. И не везде принято Говорить об этом. Но не раз было. Когда ты чувствуешь Это чувство, Насколько важна жизнь. Насколько она ценна. И насколько Ты ответственен за эту жизнь. Я хочу сказать, Что это борьба Только молитвы. Господи, Во-первых, Проверяешь себя, Готов ли ты встретиться с Богом. Во-вторых, Это просьба, Господи, Так хочется еще послужить Тебе. Кажется, Что ты только начинаешь. Ты еще ничего не сделал. Ничего не успел В жизни сделать. Ничего как бы Не сделано еще. И хочется все больше и больше Оставить след В этой жизни. В служении. Пользы принести. Господу. Людям. Вот. Вот такие чувства бывают. Сергей Николаевич, Несмотря на Вашу отважность В богослужении, Вы однажды проявили отчаяние. Я о письме, Которое Вы написали Своей жене Перед поездкой В Ирак. Ну, конечно. Расскажите. Это не отчаянно, Но это результаты Внутренней борьбы, Духовной борьбы. И вот ты понимаешь... И опасений. Поистине понимаешь Некоторые места Из священного Писания. То есть, Где апостол Павел говорит, Что мы Не имеем дела С плоти и крови, Но против Духов Злобы Поднебесной. И вот Эту войну, Духовную войну, Приходится Ощущать. Да, мы собирались В Ирак. И когда мы собирались В Ираке На служение Было некое Противостояние. Вот чувство... И теракты Какие-то происходили Перед этим. Ну, это Все было. Но чувство такое, Что вот ты едешь И не знаешь, Вернешься ли. Вот. Вот такое чувство Было у меня. Ну, а зачем вам Такой риск? Зачем вам рисковать Своими детьми, С тобой? Это уже вопрос. Да. Который многие Не понимают. Да я и сам Не понимаю. Многие задают Вопросы. Ну, и говорили мне, Я дословно Перевожу эти слова. Ты имеешь Прекрасное образование. Ты бы мог Работать, Устраивать свою жизнь. А ты где-то там По Ираку ходишь, С собой рискуешь, Да и жизнью Своих детей. Не понимаем тебя. Мы бы ни за какие Деньги туда бы Не поехали. Я понимаю Таких людей. Но вопрос В другом. Когда мы говорим О жертве Господу И о духовном призвании, Я уже возвращаюсь к этому. Если ты посвятил себя Господу Или на служение, И Бог начинает Уже тебя использовать, То уже Ты, если хочешь Действительно Послужить Богу, То ты должен быть На жертвеннике. И поэтому Господь Дает и желание, И хотение, И влечение. И когда была Вот эта внутренняя война И переживание, То есть, Что вот Едешь туда, Не знаешь, Вернешься ли. Да, Я обратился К моим друзьям Из нашей церкви, Богобоязненная семья, Где приходилось С ними беседовать. И вот Я предложил, Говорю, Вот у меня Есть просьба К вам, Оставлю вам Одно письмо, И вы Передадите его Моей жене, Если я не вернусь Домой обратно. А в этом письме Просто там Номера Моих друзей, Мало ли, Что понадобится, Если жена Будет в нужде. Но они Посмотрели на меня Вот с пониманием И сказали, Что мы Письмо Брать не будем, Но будем молиться, Чтобы вы вернулись Дома. Потому что Сила молитвы Она действует, Это великое оружие. Амин. Не пристанно молитесь, Сказано в Библии. Ну и хочу сказать, Что вот это Бог Оберегает. И мы Глубоко уверены, Что все то, Что происходит, Это по молитве Детей Божьих, Народа Божьего. Это Духовная война. Мы продолжаем Программу В студии Участники Семьи Кирнев Из Молдовы. К нам присоединились Новые участники Группы. Это Верочка Солистка Группы С Сильным Оперным Классическим Голосом. А это Ее супруг Аурел Тоже Солист Группы. Вы Новичок В группе. Хочу вам Сообщить, Что Ребята Совсем Недавно Отметили Замечательные События В своей жизни Они стали Мужем И женой. Соединили Свои сердца Перед Богом И заключили Завет Друг с другом. Мы вас Поздравляем И желаем Обильных Божьих Благословений. Скажите, Кто из вас По утрам Делает Бутерброды? Ну, Как У нас на свадьбе Тоже был Такой вопрос. Какое Самое Вкусное Блюдо, Которое Тебе Сделала Вера? Ну, Я встал И говорю, Что Мое Самое Любимое Блюдо Это Яичница. Поэтому Каждое Утро Она Мне Обеспечена. Верочка, На сегодня Вы Занимаетесь Только Музыкой? Или У вас Есть Какая-то Другая Профессия? Нет, Я Занимаюсь Только Музыкой, Потому что Она Занимает Все Мое Время. А Вы Аурел? Какой По типу Ваш Голос? Я Тенор. Сейчас Я Занимаюсь Преподавательской Деятельностью Также В Кишиневе У нас В Молдавии Я преподаю В школе В центре Кишинева И у вас Фатает Времени Одного Да, Также Мы Сейчас Заканчиваем Мастерат Полгода И будет Государственным Данем Мы Совмещаем Слава Богу Бог дает силы Желания И В вашей Поместной Церкви Тоже Ведете Основное Музыкальное Служение? Конечно Мы Поем Служим Богу Занимался С каждым Вокалом Какое Самое Лучшее Произведение Которое Вы Исполнили Ну Вы знаете Очень Очень много Красивой Музыки В мире И Наверное Сейчас То что Мы Исполняем Последние Песни Которые Написал Наш Брат Павлик Это Такие Песни Как Иисус Тебя Жду Зачем Ты отвергаешь Милость Я считаю Это Очень Красивая Прекрасная Песня Которой Которой Слушая Мы Понимаем Многое Назидание Господь Господь Спаситель Мой Мой Господин И Друг Ты Был Всегда Со Мною Средь Горя И Разлук Святая Благодать Твоя Лилась И Горь И Как Мне Унывать Когда Мой Бог Со Мною Господь Мне Радость Тебо Подарил Меня На Камень Веры Узвердил Я Славлю Тебя Твори Ты Слово Можешь Чудеса Во всем Округ Видна Рука Твоя Я Славлю Тебя Аурел Аурел Вы Новичок В Миссионерской Деятельности И Скажите Испытываете Вы Какие-то Чувства Или Есть Чувства Нерешительности Вы Последовали За Семьей Так Вы Влились Стали Новым Членом Семьи Или Это Ваше Добровольное Решение Служить Господу Именно В Таких Труднодоступных Местах Для Христиан Ну Вы Знаете Нерешительность Или Страх Может быть Это Нормальные Какие-то Человеческие Чувства Чувства Да И Мы Люди Мы Всегда Испытываем Эти Чувства Но Когда мы Думаем О большем Когда мы Думаем Кто мы Кем мы Являемся Здесь Я думаю Что все Вопросы Отпадают В сторону Но На сегодня Не каждый Христианин Может решиться На миссионерский Путь Труд Не каждый Сможет оставить Свой теплый дом Оставить свое Привычное Занятие Или просто Даже решиться На какую-то Реальную Жертву И Особенно Быть Миссионером Вот В таких Труднодоступных Местах Вы Уже Побывали Во многих Местах Скажите Пожалуйста Как Вы Решились Вы же Молодая Семья Вы должны Как бы Быть Предоставлены Друг Другу Вы должны Изучать Друг друга Первый год Даже Библия Как бы Сообщает Нам Муж Не должен Отходить От жены Молодые Должны Узнавать Друг друга Посвящать Друг другу Даже На войну Не брали Мужей Вы знаете Наша деятельность Мы оба музыканты Мы оба певцы И Слава Господу Что Бог нам Предоставил Очень много Время Друг для друга То есть Мы всегда Где мы есть Мы вместе Я считаю Это очень Очень хорошо То что Молодым Ну Как я и сказал Нужно понять Кто Человек И Какую связь Он имеет С Богом И Я думаю Что тогда Очень многое Становится Ясно Его Принадозначение Здесь И Имеет ли он Этот путь Для того Чтобы Служить Богу В тех Местах Куда Верочка И Как Ты Полезен Богу Христос Христос Взывал Прославь меня Отец мой Пришел мой час Его давно Я жду Пусть все Узнают Ты Единый Вечный Я в мире Был Теперь К тебе Иду Открыл Твое Я Имя Человека Ты Дал Их Мне И Я Молю О Них Я Сын Твой Отче Альфа И Омега Ты Их От Зла Все Мир Сохрани О Мой Отец Молитвою Святою Молю За Тех Которых Дал Ты Мне Хочу Чтоб Были Все Со Мною И Славу Чтоб Увидели Твою Для этого Нужно Время Для этого Нужно И Средства Для этого Нужно Быть Жертвенным Вы На сегодня Готовы Жертвовать Вы Жертвуете Ради Господа И Вы Чувствуете Благословение Бог Благословляет Вас Вы Чувствуете Скажите Как Он Вас Благословляет Ничего Не можем Сравнить С тем Когда Просто Толпы Людей Когда Молодежь Подростки Все приходят Послушать Слово Божие Послушать Музыку Это Самое Прекрасное Когда Люди Что-то Для себя То есть Назидаются Тем Что Мы Вы Через Вашу Музыку Вы Вы Выражаете Послания Вы Выражаете Звуки Вашего Сердца Да Вы Настроение Тоже Передаете Им Весть О Боге Сергей Николаевич А скажите Какое Самое Яркое Событие Было Из Вашей Деятельности Из Вашего Служения Именно В Восточных Странах Столько Яркости Столько Событий Что Иногда Трудняешься Чего Вы Говорили Об опасных Очень Событиях Наверное Это И связано И яркость Очень правильный вопрос Был И мне понравился Ответ Вера Вот Насчет Призвания Вы знаете Есть некоторые Вещи Где мы Можем Жертвовать И как Себя Испытать Наше Отношение К Богу Или наше Служение Или наше Посвящение Мы можем Пожертвовать Деньги Мы можем Пожертвовать Машину Некоторые Могут Пожертвовать Дом Ну В крайнем Случае Можно пожертвовать И свой Пиджак Или одежду Все то Что есть Можно пожертвовать Ближнему И так далее Но когда Речь идет Готов ли ты Свою жизнь Пожертвовать Для служения Это самый Такой Щепетильный Вопрос И я думаю Что можно В этом Измерить Своё Отношение К Богу Однажды Мне приходилось Пригласить Одного Ну Брата На служение Говорю У тебя Определённые Способности Таланты Ты нужен Нам Там-то и там-то Он говорит Я не готов Я понимаю И никаких Претензий Не знаю Он прямо Сказал Как есть Я не готов Там Готов Где-то В Европе Готов Где-то В Америке Но там Не готов И когда Мы говорим О нашем Отношении Богу То есть Для меня Вот это Понимание Как мы Любим Господа Насколько Мы готовы За Него Страдать Жизнь отдать Вот в чём Измерение И это Очень Такой Тонкий Вопрос Но я думаю Что это Важный Вопрос Где Другой Не может Знать Об этом Но ты можешь Знать Насколько Ты готов Пожертвовать Тебя Богу Ну Что касается Об ярких Впечатлениях Да Я запомнил Некий Шорох Это было Вератик После одного Служения Когда мы Уже должны были Ночевать Вот Нас Закрыли В одном Из зданий Где мы Должны Переночевать И пастор Один Из наших Друзей Закрыл Нас С внешней С внешней Стороны Вот Мы остались В здании В подвальном Помещении Он оставил Мне номер Телефона И говорит Брат Сергей Если ночью Кто-то будет Ломиться Или что-то Какие проблемы Вот звони По этому Номеру Телефон Как вы думаете Можно ли Спокойно Уснуть Я вот Яркий момент Помню Как Ветер дует Листва Шелестит Каждый Шорох Запомнил Вот Из этих Переживаний И впечатлений Что Что может Произойти Вот Это впечатление И осталось Ну Также Многие Другие Впечатления Были Но Самые Большие Из всего Когда мы Видели Как Души Приближаются Господи Как Жаждут Суши Слово Божие Как Господь Прославляется Это Больше Нас Вдохновляло И мы Понимали Почему Мы Там И Там Сергей Николаевич Вот Вы уже Очень давно Трудитесь Меняется Ли Ваша Тактика Со Временем И Как Относится К вам Жители Или Граждане Той Страны Куда Вы Ездите И Менялась Ли Она Со Временем Тогда И Сегодня Потому Что Вы Продолжительное Время Там Посещаете Наверное Несколько Раз Одни И Те Же Места Вас Уже Знают В лицо И Насколько Это Опасно Также Вы Выкладываете На Ютуб Различные Очерки О Вашей Миссионерской Деятельности Это Тоже Наверное Содержит Какую То Опасность Вы Каждый Раз Сообщаете Куда Вы Передвигаетесь Вы Не Предусматриваете В этом Какую То Опасность Конечно Что Опасность Существует Но Мы Это Делаем С Определенными Соображениями Мы Понимаем Что Нужно Иногда Дать Народу Божию Информацию Что Господь Делает Где Господь Открывает Двери Как Имя Господь Увеличается В Один Из Моментов Один Из Моментов Помню Когда Мы Находились В Определенном Кругу Я Начал Говорить О Служении В Одной Стране Вот А Там Сестра Восклицает Слава Тебе Господь Как Прекрасно Слава Тебе Господь Я Не Понимаю Что Я Так Говорю Что Она Так Реагирует А После Она Говорит Что Мы Столько Времени Молимся Об Этой Стране И Кажется Нам Порой Посещают Это Ответ На Нашу Молитву Я Понимаю Что Насколько Это Важно Иногда Дать Информацию Призвать Народ Божий К Служению Вот Это Очень Важно Я Хотел Сказать О Служении Я Работал В Области Сельского Хозяйства И Хочу Подчеркнуть Некий Момент Когда Совершаешь Где-то Служение Некоторые Думают Вот Поехали И Приехали Сколько Там Покаялась Сколько Людей Покаялась Ну Ты Понимаешь Что Это Наивные Вопросы Во-первых Сегодня Около Шести Миллиардов Людей Если Взять В целом Если Считать Два Миллиарда Христиан Или Более И Из Них Половина Очень Мало Знают Понятие Об Христианском Учении Если Взять Около Пяти Миллиардов Я Так Примерно Говорю Которые Мало Слышали Или Которые Вообще Не Слышали Об Иисусе Христе И Сегодня От Ответственности Церкви Доносить Благую Весть И В этом Плане Как Совершается Служение Я Возвращаюсь К том Сельскому Хозяйству Перед Тем Когда Мы Получаем Зерно Здесь Очень Многие Агротехнические Приемы Нужно Совершать Первое Нужно Подобрать Почву Байникет Хороший Чтобы Второе Нужно Спахать После Когда Вспахал Почву Нужно Сделать Баранование Разбить Вот эти Глубы А после Баранования Идет Кулифевация Разбить Еще Меньше Глубы После Культивации Нужно Сделать Выравнивание Почвы Чтобы Было Ровно Семена Одновременно Могли Ложиться В землю На Определенное Расстояние И Когда Подготовил Почву Идет Посев И После Вот Чтобы Плотно Семена Они Могли Соприкасаться С землей Чтобы Не было Там Воздуха Потому Что Появляются Болезни И После Этого Появляются Расти И Здесь Когда Появились Расти Нужно Удобрить Азотными Или Фосфорными Удобрениями А после Нужно Защитить Это От Насекомых С инсектицидами Или Фунгицидами И После Уже Ждать Урожая И Даже Это Прекрасная Аллегория В христианском Служении Я Хотела бы Вас Спросить А какие Трудности У Вас Вашей Работе В вашем Миссионерском Служении Ну На сегодня Вы распространяете Свои музыкальные Диски Бесплатные Вы Устраиваете Бесплатные Концерты Вы Осуществляете Финансирование Вашего Служения В вашей Команде Много Человек У вас Большие Затраты Объясните Пожалуйста Все равно Есть какие-то Определенные Трудности И чем Могут Наши телезрители Вам Помочь Чтобы Они могли Поучаствовать В служении Не каждый Может поехать В миссионерскую Поездку Совершать Какой-то Труд Ну Конечно Я хочу Подчеркнуть Что У нас Ничего Нет Кроме Обетования Божьей И мы Постоянно Нуждаемся В Божьей Помощи Постоянно Нуждаемся В поддержке Прежде всего Молитвенной И конечно Мы ждем Всегда Через Кого Будет Говорить Кого Господь Будет Побуждать Мы ждем Этого И Узнать Больше Информацию Можно Допустим Через Ютуб Связаться С нами Вот Там У вас Есть сайт Да Есть сайт Где Сейчас Может Каждый Связаться Или Написать Письмо Наше Время Уже Подходит К концу Поэтому Я попрошу Каждого Участника Просто Сказать Пару Слов О желании Нашим Телезрителям И Будущим Миссионерам Тот Кто Решил Тоже Стать На Миссионерский Путь Дорогие 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 Друзья Мы Желаем Вам Тепла Света В ваших Домах Чтобы Божья Любовь Согревала Ваши Сердца Те Кого Бог Побуждает На Миссионерские Служения Чтобы Вы Никогда Не Сомневались В том Что Вы Делаете Это Самое Главное Бог Вас Да Благословит Вас Господь Мы Нуждаемся В ваших Молитвах И Благодарим Вас За Вашу Поддержку Мы Вас любим И Я хочу Напоследок Прочитать Слова Из Библии Исход 23 Глава 25 Стих Служите Господу Богу Вашему И Он Благословит Хлеб Твой И Воду Твою Я Отвращу От Вас Болезни Вы Смотрели Программу Влияние На Канале Импакт Продолжение следует... Субтитры